Всем привет! Но мимо такой информации пройти не мог. Давно я не следил за нодовцами, но у меня один приятель выслал видосик, я посмотрел и просто ужаснулся и посмеялся. Я решил сделать обзорчик. То есть есть такой сенатор у нас, мама Ксении Собчака, жена Собчака, который Собчак был главным над Путиным в свое время, который Путин подчинялся Собчаку. То есть Путин вышел от системы Собчака и потом благодаря Собчаку стал президентом Российской Федерации. Вот такая нарусова. Чтобы вы могли знать, я вам покажу еще скриншотик, фотографию, где она стоит вместе с Путиным. Она и Путина хорошо, естественно, знает. Поэтому то, что задали нодовцы вопросы, это хорошо, но нужно такие вопросы задать, естественно, нашему президенту Российской Федерации. Давайте я вам сейчас покажу скриншотик, это видеофрагмент маленький такой. В описании видеоролика будет ссылка приложена на этот источник, и вы его полностью детально увидите. Ну что, погнали, смотрим. Добрый день, Людмила Борисовна. Скажите, вам не мешает работать колониальная конституция? Что? Колониальная конституция вам не мешает работать? Я не знаю, такой. Не знаете такой? Уходит, садится в машину, уезжает. Да, вопрос-то понятен. А вот вам фотографии, где она вместе стоит с Владимиром Путиным. То есть нарусова. Она была замечена в некоторых скандалах. Ей не мешает перезбираться. Она сенатор. В прошлый раз, где она сейчас занимает, там какую-то республику у нас возглавляет. До этого она в другом регионе была, отчасти она в другом. То есть перезбираться ей не мешает. А знаете почему? Да потому что ее прикрывает Владимир Путин, действующий президент Российской Федерации. Вот так вот. И тем более не забывайте, кто такая нарусова. Нарусова она жена Собчака. А Путин был подчиненным Собчака. Поэтому, уверяю вас, у нарусовой больше полномочий, чем у Владимира Путина. И Владимир Путин не осмелится убрать ее. Поэтому сколько скандалов было вокруг ее дочери нарусовой, Ксении Собчак. Почему все с рук сходится к Ксениюшке? А знаете почему? А потому что не забывайте, что Путин еще приближен к семейству нарусовых. Вот так вот. Нарусова это ее девичья фамилия, как я понимаю. То есть Собчака. Он еще и является крестным папой Ксении, Собчак. Поэтому у них кровные узы. Поэтому Путину надо делать выбор. Либо он за народ и подчиняется народу. Либо он за олигархат. А нарусова, извините, пожалуйста, она прилагается. За ней стоят крупные люди, уверенные, из олигархата. Поэтому, кстати, сам Собчак был противником Советского Союза. Так, посмотри в биографии. Он критиковал Советский Союз в свое время. Поэтому, ну, много вопросов. Давайте вернемся к вопросу. Нотаться задают. Какой вопрос? Задают. А знает ли нарусов, что она живет под колониальным статусом Конституции? Поэтому, интересно вопрос. Конечно же, знает. И ее это устраивает. Вот, эту Конституцию написали американцы. Сами американцы это не стесняются, заявляют. Много раз, если погуглите по интернету, будет информация дана. Многие сенаторы американцев напрямую говорили, что вы нам подчиняетесь. Вопрос. А почему нота С? Это хорошо, что мне нарусовые задали вопрос. Но я хотел бы сэкономить время движению нот. Я их хорошо знаю. Все их руководство, естественно, их вождя Евгения Алексеевича Федорова. Я им задам вопрос. Вот они ее поймали, она в Госдуму приезжала. Как я понимаю из видеохроники, это была Госдума. Потому что я сам в Госдуму ходил. Или она... Это было... Нет, на Госдуму похоже. Но не важно. Почему они ее там подловили? Вопрос. Зачем? Они ее там подловили, задали ей вопрос. Почему именно ей? Конечно, это неплохо, что ей задали вопрос. Уверяю, такие вопросы надо задавать действующему президенту Владимиру Путину. И не только Конституции надо Путину задавать вопрос. А задавать вопрос, а когда Ксения Собчак ответит за все ее там скандалы, которые вокруг нее были, да? Почему она не отвечает? Почему она не отвечает? Почему на Русова за оскорбление русского народа тоже не отвечает? Она очень много резких слов говорила в адрес нас. И ей все с рук сходит. Вот такие неудобные вопросы семейству Собчак и на Русовых надо ей задавать. Вернее, ему задавать Путину и задавать про Конституцию. Не просто задавать вопросы про Конституцию, про колониальную. Да, кстати, надо самому Путину задавать вопрос. А знаете, что он живет под колониальным статусом Конституции и вообще страны? Что он над ним управляет олигархием? Вот этот вопрос надо задавать. И в-третьих, надо Путину не просто вопрос задавать, а требовать изменение колониальной Конституции, изменение возвращения Советский Союз. Вернуть, как было в 91-м году. А я хотел бы напомнить, что много лет назад одни нотовцы, уже Мария там, по-моему, была у нас, да? Я ее тоже знаю. Задавала она вопрос Путину, что нужно проследовать по событиям 91-го года и все остальное, по Горбачеву. Тогда еще Горбачев был живой. Что заглял Путин? Ничего не надо. Полистайте в интернете. Полистайте. Путин это заявлял. То есть, мне кажется, Путин ничего не собирается менять. Если бы он хотел по щелчку поменять Конституцию, он бы это сделал. Кстати, будем наблюдать. Я хотел бы напомнить, что Лебедев, самый главный в Верховном Суде председатель, умер. И сейчас его заняло другой человек. Женщина теперь будет на этом посту сидеть. Не буду ее фамилию озвучивать, я уже толком не помню. Ну, то есть, эту кандидатуру сам лично Путин одобрил. И надо требовать Путина изменения нашей жизни, улучшать ее. Конечно, вопрос неплохой. Я на Руссову не защищаю. Она ответила, как могла. Ну, даже если она бы сказала бы, ну, да, знаю. Ну, что от этого бы изменилось? К батюшке-царю надо идти, к Путину. Вот и все. Я вот не понимаю вообще, зачем нодовцы сидят и караулят кого-то в Госдуме, подкарауливают. Ну, как-то несерьезно. Наоборот, подкарауливайте Пескова. Идите в администрацию президента Российской Федерации. Вот там они должны стоять с пикетами. А лучше писать письма, требовать. Вот и все. И еще напоследок. Мне кажется, на движение нод надо проверить на тунеядство. У нас закон про тунеядство есть, я знаю. Вопрос. А почему они промышляют? Откуда у них... Почему они не работают днем? Да, вот очень интересный вопрос. Я никого не защищаю. Но я просто задаю вопрос. А почему тунеядством занимается нодовцы? Почему нодовцы у нас ходят там с пикетами, где-то стоят, подкарауливают? Если у них есть вопросы к Нарусове, к президенту, кстати, Путину они не хотят задавать вопросы, подлавливают депутатов, сенаторов и за спиной им задают вопросы. Но лучше им писать письма и записываться на прием. Вот и все. Вот что хочу в этом ролике сказать. Ну, конечно, смех и грех. Смех и грех. Да, вот так и работает команда Евгения Алексеевича Федорова. Ну, кто такие нодовцы? Это такое непонятное движение, которое сколотил депутат нынешней Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров, который голосовал за повышение пенсионного возраста, который бьет себя в грудь каждый день, что он патриот, а голосует все наоборот, как говорится. Да, действующий еще он офицер, хотя бы его на фронте не видел. Ну, то что я могу сказать. Да, критика, она заслуженная критика в адрес нодовцев, но я просто удивляюсь. Я считаю, что попусту один из вас задали вопрос. Ну что, изменили они ход событий нашей страны? Нет. Поэтому им нужно что-то предпринимать нодовцам. Да, смех и грех. Ну, знаете, клоунов в нашей стране хватает. Это одна из выдержка из кинофильмов. Вы помните о особенности национальной рыбалочки? Да, там один из актеров вот такую роль, ну, такую... Так сказал. Ну, что могу сказать? Смех и грех, конечно. Но интересно, а Путин-то сам понимает, где он живет? Да. Надо требовать с Путина. Надо требовать с Путина. Я лично за изменения Конституции. В этом плане я поддерживаю движение НОТ. Но я их не поддерживаю, потому что они занимаются тунеядством и какими-то ненужными пикетами. Ну, что могу сказать? Это уже другой вопрос к другому ролике. Подписываемся на мой YouTube-канал. Также на мой Zen-канал. Я еще хотел бы сказать, что я недавно создал сайт. Поэтому в описании видеоролика будет ссылочка на мой сайт. Переходим. Также подписываемся на мой сайт. То есть, до скорых встреч. Подписываемся на мои ресурсы. Ставим два лайкосика. Комментарии прессуются. Пока-пока.